поставила варить овощи на салат буду делать оливье завтра мы встречаемся с девочками и будем отмечать наш женский праздник встречаемся у тани мы уже у нее несколько раз были встречались и любим всегда к ней приходить потому что у нее очень гостеприимный дом и сама она очень хорошая хозяйка вот мы решили что каждая девочка каждая приглашенная сделает что-нибудь и принесет с собой в общем то не делает горячее а мы девочки делаем все остальное салаты всякие приносим в общем я делаю оливье сегодня нужно у меня будет креветки но я пока еще не решила что я буду из делать всем привет меня зовут елена прохладная и вы на канале англия моим глазами девушки мои дорогие девушки женщины милые дамы всех вас хочу поздравить с нашим женским замечательным праздничным днем хочу вам пожелать самое главное в первую очередь конечно здоровья здоровье будьте здоровы будьте счастливы любимы я всегда говорю пусть вас окружает только самые добрые самые хорошие надежные и близкие люди пусть весеннее настроение вас никогда не покидает а цветы вам дарит даже без повода всех вас люблю обнимаю благодарю вас каждую за то что вы со мной за то что вы здесь за то чтобы меня поддерживаете своими лайками своими подписками своими комментариями очень нравится как я уже говорил мне очень нравится наши беседы наши дискуссии я очень ценю каждый ваш комментарий вы знаете вот вы часто говорите что я удаляю комментарии я их не удаляю удаляю комментарии знаете только те которые несут в себе уже такую очень сильную такую агрессию да либо какую-то ниндзору но их очень очень мало и если это комментарии такого политического плана все остальные комментарии я все оставляю никогда их не удаляю знаете что я заметила и заметила что сами подписчицы оставить комментарий и потом его сами же удаляют поэтому всего вам самого доброго благополучия вам и процветания только что была я у своего парикмахер стилиста на мне немножко подкрасила прокрасила волосы но не стригла как вы мне говорите что у меня длинные волосы но нужно подстричь но пока я не вижу в этом необходимости хотя задумка такая есть я сейчас сделаю такой небольшой апдейт у нас с коленом 9 и 10 марта ну два дня получается 11 годовщина свадьбы почему два дня я вам сейчас объясню все вы знаете что у нас свадьба была с ним в россии мульяновске и сама свадьба вот само торжество состоялась 10 числа но поскольку 10 марта тогда было воскресенье наш регистратор в загсе она сказала что мы не можем вам дать свидетельство о браке от 10 числа от воскресенья вернее потому что мы не работаем воскресенье поэтому она на выписала свидетельство о браке 9 числа приехал к нам на свадьбу по нашему приглашению на наше торжество и торжественно нам его там вручила поэтому у нас получилось вот 9-е, 10-е число. То есть сама свадьба, все фотографии, гости, всё, вот это вот было 10-го. Но свидетельство от 9-го. Мне почему-то больше нравится 9-е, а Коль мне нравится больше 10-е. Ну, поэтому в любом случае мы празднуем два раза. Но завтра, завтра мы собираемся с девочками, с нашими русскоязычными, которые живут здесь, отметить наш женский день, 8-й марта. Вы меня спрашиваете, кстати, как мы отмечаем его. Отмечали я его с Колином. С Колином я его не отмечаю. Вот его сейчас нет. Я дома пока одна, но вечером, не знаю, наверное, тоже отмечать не будем. Завтра мы будем отмечать с девочками, и мы договорились, кто каждый у нас что-то принесёт, что-то сделает, и все поедем к Тане, как вы уже слышали в самом начале. Наверное, сделаю небольшое видео от Тани, потому что у нас там будет небольшая программа тоже. И договорились все прийти в одном едином цвете. Это будет розовый и все его оттенки. Ну, розовый как бы цвет и женский, и женский, и цвет любви, и доброты, и нежности, и весны наступающей. Поэтому посмотрим. И ещё хочу сказать, что 10-го числа мы с Колином, поскольку у нас годовщина свадьбы, он пригласил меня в небольшое путешествие. Буквально 4 дня и 3 ночи, и мы его уже забронировали. Но я не хочу о нём говорить пока. Вернее, я вам сказала, но не хочу говорить куда. Давайте я напишу 4 варианта ответа, и вы выберете правильный. Ну, то есть, как бы по вашему мнению, выберите правильный. И вот кто выберет правильный ответ, первые 3 кандидата, я куплю открытки в том городе, куда мы едем, и вам их вышлю по вашему адресу. Только, пожалуйста, если вы, допустим, хотите в викторине поучаствовать, то тогда, пожалуйста, пишите ваши ответы, предположительно, какие вы думаете. И потом свяжитесь со мной, обязательно, пожалуйста, свяжитесь со мной, потому что я буду вам отправить открытку из того города, где мы были. Ну, а там, куда мы едем, конечно, я буду снимать видео, и по приезду, по приезде, по приезду, я их смонтирую и выложу. Скажу, что это прекрасный город. Не я, не Коля мы там не были, но мы давно хотели туда поехать. И вот, наконец, настал тот момент, когда мы как раз вот и соберемся. Ёсику мы отвезем в отель, я уже забронировала его. Ёсечка, Ёсечка, ты приехал на прививку? Ёс, Ёся, Ёс, ты приехал на прививку? Да? Красавчик мой. Приехали в местную ветеринарную клинику. Вот так она выглядит. Небольшое здание, но достаточно такой хороший персонал и хорошие врачи. И привезли его на ежегодную его прививку, вообще на его ежегодный осмотр. Ёсика, конечно, боится столько звуков, столько запахов непривычных. И видите, он так притих. Вот. Колин его гладит, а доктор его прослушивает. Ну, говорит, что все хорошо. Вы видите, ветеринар его еле поднял. Поставили на весы. Он весит 7 килограмм, 200 с лишним грамм. Ветеринар сказал, что это много, чтобы мы посадили ему на диету. Ёсика, конечно, боится. Видите, уши прижал, притих. Ну, вот сейчас прививочку ему сделают, капельки закапают и все. Отель побудет вон там буквально несколько дней. Ну, что ж, теперь так получается. Ну, и также хочу сказать, что если кто-то из вас еще не подписался на мой телеграм-канал, пожалуйста, подписывайтесь. Ссылку на него я оставлю прямо под этим видео. Ну, вот, наверное, у меня сегодня и все. Очень небольшое такое видео. Просто видео поздравления. Всем до свидания, всем пока. Увидимся позже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok